Мы плавно сменили свою сферу деятельности. Он очень непростой этот верхний приход воздуха, я вам его покажу. Боковые стенки самого портала толстые. Вот сейчас этот авангард на 30 кубов, а как его использовать на 50 кубов? Он подается как и в камеру горения, так и над огненным зубом. Но сейчас я могу просто приоткрыть, насколько мне нужно. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов и у нас обзор нового авангарда, как я и обещал. Только я сказал, что мы его еще к себе привезем. Так вот мне сейчас пришла старая модель авангарда. Я ее продам, эту старую модель, а мне сейчас уже отправят новую модель. Я себе хочу новую модель поставить. Кому, кстати, нужен старый авангард, пишите. Он у меня в Челябинске лежит, можем отправить. По цене не знаю пока точно сколько, но там скидка будет в районе 20% точно. В общем, авангард, он изменился кардинально. Его первый раз показали на прошлой выставке, и там была такая концепт-модель примерно, как он будет выглядеть. Даже сетки еще пока не знали, какие будут. Вот сегодня сетки уже понятны, но сегодня пока не понятно, как точно будет выглядеть облицовка. Потому что вот эта вот облицовка из камня, которая сделана, это сейчас концепт-модель этой облицовки. Может быть такая, а может быть не такая. Но я знаю уже там несколько моментов, которые они хотят изменить, поэтому она 100% будет не такая, какая она здесь на выставке представлена. Но так как по чугуну очень много изменений, поэтому я это видео снимаю не в обзоре всей выставки, а именно обзора самого авангарда. И сразу же первые изменения, какие здесь есть, это дверка. Вот так вот сейчас выглядит дверка у авангарда. А вот сейчас вот смотрите, опа, вот так вот выглядела дверка в принципе у Гефеста. А вот так вот сейчас выглядит дверка у авангарда. Заметили, какие значительные отличия? И по самому стеклу отличия, и по рамке вокруг самой дверки отличия. По приходу воздуха. Есть верхний приход воздуха, но он очень непростой этот верхний приход воздуха, я вам его покажу. Есть нижний приход воздуха. Ручка. Кстати, ручка возможно будет несколько другая, потому что сейчас вот эту вот ручку немного заменят, насколько я знаю. Эту дверку Гефест разрабатывал, ну мне обещали, что год назад еще. Сейчас, 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 сейчас дверка выйдет. Вот сейчас они выпустили дверку. Дверка, как, чуть не сказал, как в лучших домах Лондона и Парижа, но как лучшие немецкие двери. Имеются в виду банные. Есть достаточно крутые дверки, печные, но стоят они очень дорого. Так вот, эта дверка по функционалу такая же, как и те, только стоит в разы дешевле. Я вот только не знаю, будет ли на других моделях печей, на Громах, на Гефестах, на Грозах такие дверки, но я думаю, что со временем сейчас не только на Авангарде такая дверка будет. В общем, пойдемте сюда поближе, буду показывать отличия внутри, то, что вы сейчас оттуда не увидите. Во-первых, шнур переехал на саму рамку. Раньше этот шнур закладывался вот в этом месте у него был паз, сейчас он переехал на саму рамку. Он отсюда не вылетит, он здесь тоже находится в пазе. Он не просто приклеен вот здесь вот к этой рамке, а он идет прям внутри паза вклеенный, его оттуда не вытащить, не вырвется. Я изначально, когда эту дверку открыл, думаю, ну, наверное, он просто по чугуну приклеен, дверкой его придавили и он такой плоский. Нет, нифига, там идет прям паз в этом месте и в этот паз заложен сам шнур. Это первое. Почему он, во-первых, сюда переехал? Потому что вот в этом месте сейчас не сделать паз. Ну, оно достаточно узенькое сделано, а узкое оно сделано для того, чтобы сделать систему обдува стекла. Если раньше дверка шла напрямую, мы вот с этой стороны, когда окошечко открывали, вот таким вот образом, мы могли видеть вот так вот насквозь самой дверки, полностью насквозь. И, соответственно, воздух у нас проходил насквозь. Сейчас воздух заходит вот в эти вот отверстия, а здесь их нету, но здесь есть щель вдоль всей, вдоль всего стекла сверху. И воздух, заходя, направляется вниз и обдувает полностью все стекло. Обалденно сделали. Нижний прямой. Соответственно, мы сейчас можем не только сделать колосниковое горение. Мы сейчас можем даже колосниковое горение закрыть, кто хочет подовое горение. И сделать только подовое горение, и у нас будет обдув стекла. Стекло не будет коптиться. Кстати, есть еще один такой момент, что, ну, были случаи, если закинуть много влажных дров в топку, и там будет много дыма, если вот эта вот сквозная, и снизу открыт приход воздуха, то дым, точнее воздух могло закручивать, и дым мог выйти через вот эти вот верхние отверстия. Но когда, правда, печка разгорится, такого не будет, потому что тяга будет достаточно сильная, так как дымоход здесь, дымоход здесь, по-моему, 130, 130, да? Сбоку мне подсказали, 130 дымоход, а здесь-то сечения нету 130, дымоход будет тянуть, не должен дым выходить. Но даже это исключено вот этим вот выходом воздуха вдоль самого стекла. По дверке, наверное, все. Дизайн ее, я думаю, что вы заценили. Еще раз посмотрите, вот так вот выглядит дверка новая, а вот так вот выглядит дверка старая. И обратно вернулись к новой дверке. Открываем, смотрим, что у нас там дальше. Рулеточка есть. Чудесным образом у меня в руках появилась рулетка. Саша принес мне ее. И смотрите, глубина топки до дверки сначала померяем. Получается 66,5, ну, грубо говоря, 66 сантиметров. Глубина самой топки вот без удлинителя портала, чисто самой печи, получается 40, почти 43 сантиметра. Но так как боковые стенки самого портала толстые, огонь, дрова могут гореть и в топочном канале. Ну, нет уже противопоказаний к топке в топочном канале. Единственный момент, что чем ближе они будут лежать к стеклу, тем больше вероятность, что у вас стекло может просто закоптиться. Хотя, знаете, я у себя даже такой момент делал, точнее, в нашей, не экспериментальной, а в нашей выставочной бане. Там стекло закоптилось, я взял дрова ближе к стеклу, положил, и огонь облизывал стекло. И у меня стекло обратно чистое стало. Сажа выгорела просто. Так, дальше здесь по топке еще какие моменты. Посмотрим высоту топки. Высота топки 30 сантиметров. Это, кстати, авангард на 30 кубов, а этот авангард на 22 куба. И есть такой момент, что и авангард, не знаю, сейчас возможно или нет, но в дальнейшем точно можно будет увеличить кубатуру, на какую предназначена эта печка. Чуть дальше вам сейчас покажу этот момент. Огромный колосник чугунный. Я его даже, наверное, одной рукой не вытащу, поэтому двумя руками. Смотрите, какой мощный большой колосник. Не просто плоский, а под углом сделанный. Ну, мощный колосник. С ним, не знаю, наверное, внукам даже ничего не сделать. Обратно его заложу. И он достаточно большой, он идет по размеру практически всей топки. Везде идет подсос воздуха. Ну, здесь вот есть, конечно, маленькие полочки с правой, с левой стороны, но он идет везде. Не знаю, сейчас получится, не получится мне снять канал дожига пиролизных газов для второй камеры. Нет, здесь мне его не получается снять. Я его вам покажу, когда мы подойдем к печи в разрезе. Там его прям хорошо видно. Не получается снять. Но изнутри топки еще что здесь можно сделать? Сверху стоит огненный зуб. Ну, опять же, я вам здесь его не покажу, но в печке в разрезе могу показать, как почистить дымоход. При необходимости, если у вас дымоход, ну, мягко говоря, засрался. Изнутри топки можно засунуть руку и чуть-чуть приподнимаем огненный зуб и проворачиваем его. И у нас есть изнутри топки, не разбирая дымохода, доступ к самому дымоходу, чтобы изнутри его прочистить. Так, ну, по топке, наверное, все. И, как обещал, скажу, как увеличить объем, увеличить мощность печи для того, чтобы использовать, допустим, для парного помещения на 50 кубов. Вот сейчас этот авангард на 30 кубов. А как его использовать на 50 кубов? Вот здесь вот буду показывать. Кстати, вот эта вот верхняя каменка. И весит она 65 килограмм. 65 килограмм заклада, можно сказать, чугуна, который нагревается прямым огнем. Так вот, смотрите. А, ну, вот здесь вот сразу видно огненный зуб. Получается, мы огненный зуб приподнимаем, поворачиваем и можем его вытащить. Для того, чтобы дымоход в дальнейшем прочистить. И вот же, и вот они же дожигатели. У нас получается воздух из... От зольника, где он заходит в колосники, заходит вот в эти каналы дожига. Он подается как и в камеру горения, так и над огненным зубом, вот в эту вот, во вторичную камеру, которая идет перед каменкой. И как обещал, по увеличению мощности Гефест сказали, что они будут в дальнейшем делать вот эти элементы. Еще дополнительные, чтобы можно было, если вам мощности печи не хватает, поставить еще один дополнительный элемент. Снимается огненный зуб, ставится более высоко и увеличивается объем камеры горения. При увеличении объема камеры горения увеличится, соответственно, мощность печи. Но это еще не все. Если у нас в дальнейшем идет сама каменка... А давайте вот здесь вот, уже дальше буду показывать. Вот здесь вот идет сама каменка и у нее идет заклад камня. Если вы хотите еще больше увеличить заклад камня, вот эту вот секцию можно дополнительную еще сюда поставить. Одну секцию, вторую секцию, хотите третью секцию, ее тоже полностью заложить камнем. Она будет греться как и с нижней стороны, так и дымоход будет проходить через эту каменку и опять же догревать все вот эти вот камни, которые будут внутри заложены. Ну, представляете, какой здесь массив. Сейчас я не знаю, до скольки кубов по итогу можно разогнать эту печку. Увеличим камеру горения, увеличим саму внутреннюю каменку. Получится печка хоть и здоровая такая, но для коммерции это, наверное, вполне нормально, когда парные помещения по 50 кубов. Печка высокая, поддают туда мощи, мощи очень много. Следующие изменения, какие произошли здесь в этой печке, это вот эта вот верхняя плита, которую сделали из чугуна. Потому что на прошлой выставке, где было представлено, она была представлена без этой верхней дверки. И мне печка приехала без закрытой каменки, поэтому я ее сейчас и поменяю. Камни были просто заложены сверху. Сейчас есть дверка. Она не такая, как на всех гефестах, квадратная. Она, видите, такая полукруглая. И в ней сейчас дополнительно сделали выход пара. Если там мне постоянно приходилось, я стою, человека парю, мне нужно поддать. Я ковшом зацепляю ручку, открываю, поддаю и опять же закрываю дверку. У меня все спрашивали, а зачем ты закрываешь дверку? Я закрываю дверку, потому что после того, как я поддам, я буду минут 7-8 парить человека. А влажность в парном помещении, она все равно идет по синусоиде такой. Поддали, она выросла, дальше начала опускаться. И вот пока она выросла и пока начала опускаться, я стою парю человека. Но за эти 7-10 минут, когда я поддал и пропариваю, допустим, спину, у меня при открытой дверке будет постоянная конвекция в парное помещение. И парное помещение будет высыхать. Влажность будет падать. И у меня веники даже в руках начнут засыхать. Поэтому я поддаю и закрываю дверку. Но сейчас я могу просто приоткрыть, насколько мне нужно этот конвекционный выход пара. Могу много его открыть. Могу меньше его открыть. И чем меньше он будет открыть, вот этот вот выход этого пара, тем дольше пар будет оставаться внутри самой каменки. А чем дольше он будет там оставаться, тем он больше будет, соответственно, перегреваться. В воду нельзя нагреть выше 100 градусов. А пар можно нагреть и на 400, до 500, до 600 градусов. Я много раз показывал, как мы паром зажигали спичку Так вот, перегретый пар, он зажигает спичку И чем дольше он будет находиться в самой каменке, тем больше он будет нагреваться Тем легче им будет дышать Не думайте, что там в парном помещении у вас станет 400 градусов Он после выхода, там буквально через полметра, он сразу же начинает остывать Он просто более легкий, более мелкий, так надо сказать, пар Дальше, для того, чтобы пар отсюда выходил и чтобы мне не нужно было открывать эту дверку Сделали две воронки, справа и с левой стороны Но это еще тоже не просто воронки К ним сделали, ну я не скажу, что это пушки Ну хотя, по-моему, Гефес даже говорил, мы сделали пушки Это не пушки, это направлятели воды на низ каменки и наверх каменки Тем более, если вы каменку сделаете не такую по высоте, а добавите еще один ярус И увеличите объем каменки Этими направлятелями воды можно поддавать воду на нижние камни Можно поддавать воду на верхние камни Сейчас вот на этой вот печи покажу, потому что вот здесь они стоят Здесь их нету, а здесь они стоят Пойдемте сюда смотреть Вот смотрите, вот это вот концепт-модель самой облицовки Как пока она сделана, в дальнейшем она будет меняться С правой и с левой стороны стоят воронки Вот здесь вот такого зазора не будет Здесь труба будет близко подходить к камню Неправильно маленько здесь сделали, высверлили У меня тоже этот вопрос возник, я его сразу же первый задал Потому что здесь бы выходил пар, а не здесь бы мы его регулировали этот пар Эти воронки сейчас пока поднимаются, в дальнейшем они будут прикручиваться Здесь стоит, ну его не вытащить, но сейчас Артем покажет Здесь стоит обратный клапан, чтобы у нас при отдаче туда воды пар не вырывался обратно и не выбрызгивал фонтаном воду И дальше под этими воронками находится трубка из нержавейки Вот эта трубка проходит по верхним камням, вот эта трубка проходит по нижним камням В зависимости от того режима парения, какой вам нужно Если нужен более яркий пар с более высокой температурой, поддаем в одну воронку Вода уходит как раз вот в эти вот стаканчики, которые прям заходят в топку Которые нагреваются прям до бешеной температуры, до красна Получили более яркий пар, если пар нужен не такой яркий Ну это банщики понимают, во время парения приходит вот это вот осознание, чувство самого пара Поддаем на верхнюю каменку И кстати, ребят, заметили, это сделано на авангарде И это же сделано сейчас на всех печах Гефеста Ручка поворачивается, но она не болтается Вот в этом вот месте стоит болтик, куда вам нужно, вы ручку выставили, закрепили И она зафиксировалась, и соответственно, там где вам нужно, вы уже ее ставите Мне раньше не нравилось, что мы вот так вот дверку открыли, поддали, начинаем закрывать И мне пар вот сюда вот бьет А ковшом мне неудобно было зацеплять Сейчас дверку можно, ручку можно в любое положение сделать По вариантам сеток я уже говорил, что есть печка в ромбе Ну мне, если честно, нравится вот эта больше И есть печка в прямых линиях Не знаю, как ее назвать, ну вот она, сетка и сетка Ну не знаю, мне нравится вот эта вот больше Не знаю, может быть, дань моде, но сейчас у многих печей стали делать вот такие вот сетки Эта печка на 30 кубов, эта печка на 22 куба Ну вот видно, какая она по размеру и как они отличаются между собой Кстати, здесь еще старая дверка стоит Вот мне сейчас подсказали, на авангарде тоже будет стоять новая дверка, только меньшего размера Не такая большая, а соответственно меньшего размера Ну, наверное, сейчас я уже все про авангард рассказал Ну вот такой обзор и получился Поэтому я вам и говорил, что обзор авангарда будет отдельно от всей выставки Ну так как у нас сейчас, наверное, видео получилось минут на 20 Я вот сейчас в камеру смотрю Тем, повернись Люди все выставились и стоят, слушают, как я рассказываю про печку Вот такой обзор у нас получился, так что палец вверх и всем пока Друзья, наш бренд постоянно развивается С течением времени мы плавно сменили свою сферу деятельности Линейка же печей Гефест во избежание путаницы Станет называться по-современному кратко и лаконично GFS Уверены, что модернизация имени бренда даст нам новый импульс для развития и процветания Итак, подвожу итог Компания ООО «НПО Гефест» выпускает чугунные печи для русской бани под брендами GFS, Гром, Гроза и Авангард Я с вами на этом прощаюсь До свидания